Для начала я хочу сказать, что я однажды не забыл своего обещания начать ответы на вопросы, на которые я не успел ответить в прошлый раз. Но, посмотревшись, я убедился, что один вопрос не имеет отношения к теме связи, и кроме того, будучи сам по себе интересным, превышает мою способность ответить. Второй же, а именно имеет или не имеет символическое значение форма Пасхи, как она в нашей команде и когда была на Пасху. И второй вопрос. Казался моего согласия или нет согласия с розановскими размышлениями на малопристойные темы касательно веков и людей, противоположности друг другу. От такого вопроса и от такой темы я, будучи человеком, легко смущающимся поёжимся, но подумал, что единственное, что я сумею сказать, это немедленно перевести разговор от вопроса... Ну, но речь касалась... Речь может идти о том, что... Однополая извращённая сего, не приводящая к потомству, строжайше запрещена в детском совете, а для веков она была вещью задворенной и в другой степени превращённой в предмет сублинирования и культурный символ в творчестве некоторых центральных дворцов архитмической культуры, в том числе и Падона. Я, пожалуй, единственное, что мне сказали, это то, что можно усмотреть связь между этим обстоятельством и отношением к Богу и Курчевской истории, то есть Ветхий Завет очень глубоко связан с видением обетования, обетования Богу людям и обетования такого, что с Ним в Ветхом Завете несравненно интенсивнее, чем, скажем, в предметах, исполнение этого обетования связано с плотской биологической приемственностью поколений, с тем, что рождаются дети и обетование передаётся от родителей к детям, что народ Божий — это одновременно люди, принявшие мертвое учение, и в то же время народ, народ по плоти, говоря христианским языком, народ, объединённый узами общего происхождения, как всякий народ, хотя народ принципиально отличающийся с точки зрения Ветхозаветного проучения от всех других народов. И вот это ощущение чрезвычайной неимоверной важности судеб Божьих, которые связаны с последовательностью поколений, это, конечно, тема, которую никак нельзя представить себе отсутствующей в Ветхом Завете. Там каждый эпизод не изолирован, а через связь поколений связан с огромным замыслом. Он не сам по себе. И в этом пункте Ветхий Завет противоположен тому, что мне однажды случалось говорить в этой аудитории о величественном эпосе, что эпос как бы ничем не кончается, и он не имеет субстанциально связанного с его эпическим сюжетом будущего, исхода в будущем, нити, которые видимы и с мгновением в будущее. Это очень сильно ощущается в Илиаде, в самом центральном и основополагающем продукте греческой культуры. Напротив, в Ветхом Завете мы можем встречать то, что мы на нашем немецком языке назвали бонавеллами, нобеллистическими сюжетами, которые интересны для себя. Сюжет Иосифа Прекрасного в книге «Бытия», сюжет «Руфи» в книге «Руфи». Но каждый из этих сюжетов внутри Библии и в перспективе библейского мировоззрения не сам по себе. Дело не просто в том, что прекрасный, мудрый и невинный Иосиф сначала страдал, претерпел за свою невинность, временно, как Ипполит в «Кратегии Емельпида». Затем, в отличие от Ипполита, пережил поворот своей судьбы на лучшее и стал вторым человеком после фараона в Египте. Но дело в том, что он имеет миссию уготовать своему роду, то есть предкам народа Божия, это место в Египте, возможность пережить голодную хору в Египте. И мы не должны забывать, что когда-то останки этого Иосифа его потомки понесут из Египта в Святую Землю во время исхода из Египта. И рассказ о Руфе – это не просто рассказ о том, как молодая женщина, несколько необычную и очень трогательно, мол, что она оказалась женой почтенного, благочестивого старого человека. Но последние слова книги Орфе – это как она, ВОЗ и она через несколько поколений связаны с рождением царя Давида. то есть с началом той династии, которая не просто занимает свое место в истории, но с которой связано мессианское обернование. Поэтому форма библейского восприятия истории, не специфическая для Библии, как литературная форма, но наполненная в Библии особым смыслом и задержанием, это, как я говорю, форма мировой гости, семейной гости. Потому что только повествование от самого начала, от сотворения мира и человека, от первой вины, от первого убийства, от первого призвания Абрама в дверь и так далее, только такая форма может вместить Божий замысел, касающийся судеб-человеческого в целом. Наоборот, самый классический греческий труд историографического жанра – это история Фукигита. Фукигита отказывается вообще говорить о каком бы то ни было прошедшем, о какой бы то ни было истории, кроме той истории, которой он сам был современником. Потому что эти события он может выяснить из первых рук из уст свидетелей, еще перепроверяя показания свидетелей. А Фукигита – это абсолютная вершина греческой научности в подходе к истории. Это не значит, разумеется, что греки были такими несчастными бежниками и такими богом оставленными людьми, чтобы им совсем не ценить надежду, подаваемую каждому поколению людей в рождении детей, чтобы им совсем не ценить семью. И для греческого гражданина было его гражданской и в каком-то отношении, по-язычески, конечно, религиозной, обязанности его оставить потомство, но это не сплетается для грека, а, крайне мере, для грека классическая поза, с огромным призванием человека. наоборот, для грека есть какой-то разрыв и зазор между одним и другим. и в этом отношении то, что греки в лице нескольких своих денег позволяли себе высокую оценку извращенной любви, довольно характерно. Это слово, которое из песни не выбросишь. Романтическая любовь, любовь, подлежащая, открывающая какой-то путь сублимации, перехода от творского к духовному, для грека классической поры, увы, чаще любовь вне брака, чем внутри брака, и чаще любовь извращенная, нежели естественная. В распределении функций внутри греческой культуры получалось так, что брак имеет утилитарную функцию воспроизведения рода человеческого, и, конечно, не столько рода человеческого, сколько гражданство такого-то города, только в философском мышлении греки могли доходить до понятия вода человеческого. Для нормального грека существовала же гражданская община, ее, однако, было сделать вечной в историческом времени. Но, что касается устоймений в силовеке, могучи переходить в духовное, то здесь веки, увы, и стали по большей части в других местах. Нужно было, чтобы греческая культуры дошла уже до времен Римской империи, до времен, когда в мире уже было христианство, чтобы греческий язычный плутар смог бы связать любовь к женщине и, более того, любовь к браке с духовными ценностями человека, не просто с гражданскими и родовыми ценностями, и чтобы плутар сказал, будучи язычником, ничего не слыхавши о библейской заповедине и прелюбоко твои, и не ожидая загробных наказаний или вознаграждений за прелюбодеяние или верность в браке, сказать совсем спонтанно из глубин своей души и своего очень интимного, очень личного опыта счастливого в браке человека, каким был плутар, сказать, назвать мужчину, который всю свою жизнь знал только одну женщину, не хорошим, не добрым, не нравственным, а счастливым. Это очень интересные слова плутар, но для того, чтобы они были сказаны, нужно было, чтобы греческое человечество уже было в начале второго века, нашего редисчисления, чтобы по земле уже ходили христианские проповедники, которых, значит, плутар не слушал. Это уже совсем другой классический, я так не сказал бы. Возвращаясь к ходу курса и теме структурированности истории и греческой культуры во времени, я хотел бы сказать, что это структурированность, когда соотношение между десятилетиями, когда счет в истории культуры идет даже не на векам на десятилетия, если не на года, и поэт, или воятель, или архитектор, или живописец, который родился менее чем на двадцать лет или лет на двадцать, позже своего предшественника находится уже в другой атмосфере, и дышит другим воздухом и находится внутри другого историко-культурного сюжета, такая временная структурированность и греческие культуры не имеет места в течение всей античности. Невозможно ответить на вопрос, когда она начинается. Постепенно продолжение архаических столетий седьмого и шестого веков до нашего летосчисления начала пятого, время как бы сгущается, и различие между поколениями делается все резче, все отчетливее, все существеннее, и затем кульминация этого вторая половина пятого века и четвертый век. Когда это кончается? Для общей истории и для истории культуры, которая обычно рассматривается в рамках общей истории, границей является эпоха Александра Македонского, Александра Великого, умершего в 323 году до н.э. Затем начинается эпоха эллинизма, когда греческая культура развивается уже не только в старых греческих городах, городах метрополии и колониях, но развивается на пространствах Ближнего Востока, завоеванных мечом македонцев и союзных с ними грехов для греческой культуры и греческого языка. Но ритм развития греческой культуры еще не сбивается, и в этом смысле первые десятилетия эпохи эллинизма непосредственно продолжают движение предыдущих десятилетий. Продолжают возникать новые философские школы. В первой половине третьего века, в 271-м или 270-м году до нашего летоисчисления умирает эпикур. В эту же эпоху, когда учил эпикур, учат первые стойки. И затем как бы черта приходится, то есть затем существуют философские школы, которые возникли не позже третьего века. То есть эти школы могут очень трансформироваться. сложное развитие, сложный путь проходит и стоя, и платоническая школа, академия. Наиболее консервативными, наиболее неизменными были кинеки и те же самые эпикурейцы. Но принципиально новых школ не является вплоть до третьего века нашей эры, когда возникает неуклатонизм, который очень можно осматривать как последнюю завершающую фазу платонизма. Некоторое развитие теряет свою напряженность. Это не значит, что в последующей эпоха нет какой-то характерности, которая отличала бы одну эпоху от другой, один период от другой, и в конце концов жизнь одного поколения от жизни другого поколения. Я буду говорить о таком важном общекультурном явлении, как вторая софистика, явившаяся во времена Римской империи. Но, в общем, греческая культура, начиная с позднего эллинизма, теряет эту субстанциальную наполненность и насыщенность различия между своими временными пунктами. Приблизительно на переходе от третьего века ко второму, или под конец третьего века. Греческая культура находится с тех пор в обладании найденных форм, которые варьируются, обогащаются, развиваются, но не приходит как что-то радикально новое в той степени, как это было ранее. Когда мы смотрим на V и IV века, мы видим, что не просто являются и возникают новые формы, как я сказал, новые учения, новые течения, новые стилистические возможности. Но культура становится культурой в принципиально новом смысле. Затем можно сказать с некоторым риском, что не только до конца античности, но продолжение ряда последующих эпох, самое общее понятие культуры в своем предельном обобщении остается в принципе стабильным, как его открыли в веке. Ведь понятие культуры – это понятие, для которого еще должен быть термин. В долгое время люди говорят о воспитании, об обучении. Но идея культуры как не просто способа воздействия на новое поколение людей в порядке воспитания и обучения, но как некая реальность суигенерис, культурная реальность, в которой имеются, например, различные дисциплины, различные области и домены, такие как философия, литература, дробящаяся на виды и роды, и прежде всего на поэзию и прозу. Философия, дробящаяся на школы и так далее. Для этого должно нечто случиться и произойти. Великий у патрикации для обозначения культуры – это слово «пайдэйя». Не случайно, мы речь не раз должны вспомнить, что явление пайдэйя возникает из бытовых социальных общечеловеческих феноменов, старых как человечества. И первый объект пайдэйя в этом еще не имманентно-культурном, а социально-патомом смысле. Первый объект его приложения – это ребенок, которого надо обучить и воспитать, чтобы он вошел в мир взрослых. И в этом смысле понятие пайдэйя еще включает бытовое умение вести себя и вообще всякого рода жизненные навыки. И в этом смысле пайдэйя имеется, скажем, и у спартанцев, у которых нет философии и практически нет литературы. А пайдэйя – это то самое спартанское воспитание, которое учит мужчину быть мужественным, стойким, многословным и так далее. Но затем греки начинают употреблять слово пайдэйя в совершенно имманском смысле, не переставая, а так и не переставая употреблять его в первоначальном смысле. Пайдэйя в этом новом смысле – это уже никак не занятие для детей и для тех, кто обучает детей, не для нянек, педагогов. Педагог – это слово в греческом обиходе означало «раба», который приставлен ребенку как нянька, и не школьных учителей, по крайней мере, не только школьных учителей. Это дело, занимающее людей на всю жизнь. Человек, вошедший в мир этой пайдэйя во втором смысле слова, обучается и воспитывается со стороны избираемых им учителей, но также и обучает и воспитывает сам себя всю свою жизнь до самого конца. И это байдэйя, которая уже имеет дисциплины как перечисленные. Философия, поэзия, британическая проза, математика, музыка и так далее. Возможен такой заголовок. Один эллинистический ученый составил биобиблиографический, как бы мы сказали, перечень или справочный «Тон эн пасе пайдэйя диарамсанто» «Лиц прославившихся во всех областях пайдэйи». Когда мы сталкиваемся с таким словецким обикотным, мы чувствуем, что речь идет уже никак не о воспитании деток, а о совсем других вещах. И произошло великое событие. Осознанно некоторое новое единство, единство составляемое философией, изящной словесностью, искусствами, математикой, науками вроде астрономии. Все это получило некоторое имя, которое покрывает все эти грехи. Все это есть пайдэйя. И люди, которые заняты в этих областях деятельности, могут быть в рамках понятной для всех классификации, и быть собранными в одну группу и отделены от всех остальных людей, начиная от политиков и кончая местных людей. Прошу прощения за маленький исторический анекдот из недавних времен. В предреволюционном Петербурге, кстати, Петрограде, существовало известное артистическое и литераторское кафе, которое называлось «Бродячая собака». И завситаты «Бродячие собаки» люди литературы и искусства делили все человечество на две категории. Во-первых, они сами, то есть художники, люди искусства. Все остальные лица назывались фармацепты. И завситаты и «Бродячие собаки» очень гордились тем, что ни для какого знаменитого полководца или политического деятеля, все равно цареворца или оппозиционера или кого угодно, они не сделали бы никакого исключения. Все это фармацепты. Вот греки, разумеется, никогда не согласились бы с таким делением человечества, греки никогда не согласились бы попросту и с тем, что художник — это самое высшее назначение. Греки ставили назначение гражданского деятеля, например, или полководца, гораздо выше. И назначение философа тоже для них было отделено существенной герархической гранью от назначения художника. Да и люди искусства, люди литературы — это тоже для них по-разному. Эпический поэт или оратор — это одно. Лирический поэт, который сочиняет любовные безделки, или скульптор, который червует глаз и так далее, обращается не к непосредственно интеллекту и духу — это существенно пониже. Тлутар, уже упомянутый, специально рассуждает во вступлении к одной из своих биографий на тему о том, что ни один способный юноша, увидевший лучшие вояня Фидия или Бариклета, или наслаждаясь любовными стихами Анакреонта, не захочет быть сам ни воятелем, ни сочинителем стихов. Это низшее призвание человека. Но сама по себе идея культуры, иерархически устроенная, очень строго иерархически устроенная, отнюдь не подчиненный эстетским ценностям как высшим ценностям, отнюдь не уравнивающий все жанры ритмами скучного, как скажет легкомысленный консульс Вольта в 17-м веке, но все-таки единой сверху донесу в неком смысле, единой в своем качестве поэтейки, в своем качестве реальности свои генерисы. Отлично от всякой единой реальности, бытовой, гражданской, политической, религиозной и так далее. Это великое открытие грехов, открытие, от которого ведет прямой путь к европейской и новоевропейской концепции культуры, вплоть до крайних эксцессов культуропотворства, эстетизма и так далее. Хотя сами грехи, даже в полу упадка своей гражданственности, так далеко по большей части не заходили. По идее, это некоторое единство, единство суи генерис. Это значит, что можно осознать литературу как самозаконную автономную реальность. И в таком случае жанры определяются и описываются не исходя из бытовых, жизненных или культовых ситуаций, не исходя из жизненного контекста, а исходя из самой литературной реальности. Если с архарическими жанрами это было не так, если, скажем, культовый гимн – это то, что воспрывается культовой ситуацией, а мы об этом уже говорили, о причитании то, что воспринимается на похоронах и так далее, то аристотик в поэтике даже трагедию описывает, исходя из ее чисто литературных свойств. Я говорю даже трагедию, потому что трагедия, это жанр перомантический, потому что трагедия была в греческой жизни очень тесно связана с культовой реальностью, постановки трагедии имели место только во время религиозных праздниц Диониса, и просто потому что для трагедии необходимо для ее воплощения, как текста написанного для театра, вся реальность театра как-никак в любом случае вне литературная, даже если мы ее оторвем от культовых и гражданских реалий, с которыми она была неразгодно связана у греков. Но Аристотель принципиально избирает путь еще дальнейшей дифференциации реальности Пайдекера. Он оговаривает, что отвлекается от музыкальных и постановочных аспектов трагического искусства и сосредоточивается на литературных как таковых. Соответственно, с рождением Пайдекера является новый тип человека. Новая актуа – это актуа непризнанного гения. непризнанный гений, который осознается в сознании последующих духов, в сознании части своих современников, собственных, как непризнанный гений. Это совершенно новый гений. Но здесь, конечно, надо сосредоточиться на отличии этого актуа от актуа более древних, более вечных и так далее. В любую эпоху хороший художник мог с некоторым основанием или без всякого основания считать, что публика несправедлива. Но эта ситуация не отличающаяся в архаическую эпоху принципиально от ситуации хорошего или считающего себя хорошим ремеслением, который, ремесло которого по каким-либо причинам недостаточно адекватно оценено. Но, скажем, два оружейника делают оружие. Оружие одного более соблазнительно выглядит и его покупают более охотно. А может быть, оружие другого оружейника более крепкое и надежное, и при испытании в полю выдерживает лучше. Так второй ремесленник имеет, надо считать, что к нему относится несправедливо. Но это не потому, что он не признан легенем, а просто потому, что он крово-ширенеский и жертва некоторого недоразумения, и потому что всегда есть различия между теми качествами вещей, которые лежат на поверхности, и теми, которые лежат под рукой и не сразу улаживаются не очень разумным потребителем. Разумным образом, с тех пор, как возникает феномен учения, пророческого учения или учения мудреца, учения мудрости, имеющий в большей или меньшей степени религиозный характер, такой пророк или мудрец, который ведь потому и является пророком и мудрецом, что ему открылись какие-то глубины жизни, закрытые для глаз других людей. Он может чувствовать, что его не очень хорошо понимают, он может быть жертвой гонением, но пророк, непонятый пророк — это одно, а не признанный гений, это совсем-совсем другое. Пророк не понятый потому, что он слушается голоса Бога, голоса какой-то тайной мудрости. Это его призвание может иметь более непосредственно религиозный и соотнесенный с личным пониманием божества характер, как в случае в ветхозаветных пророков, и менее религиозный, менее эксплицитно религиозный, и в меньшей степени или вовсе не имплицирующий личного отношения его к личному Богу, как в случае мудрецов древнего Китая. Но в любом случае пророк или мудрец слушается не себя, и он потому и выходит из контакта со своими современниками, что он предпочитает им, что никоим образом не свою индивидуальность, хотя бы культурную индивидуальность, но свою вне личного и над личного мудрость или призвание, в случае пророка это наиболее определенно, пророк вообще говорит не от себя. Но до какой-то степени и мудрец типа Конфуция говорит тоже или желает говорить тоже не от себя. Совсем другой случай гений, который сознает себя как гения внутри автономной Пайдеке, который предпочитает свои мысли, свою художническую волю, свой вкус, свои парадоксальные и сознаваемые им в качестве парадоксальных позиций в нравственных и других жизненных вопросах, предпочитает все это допущенной для него, безвкусной, пресной жизни и вкусом той гражданской общины, к которой он принадлежит. Поэтому он обречен на конфликт и, с другой стороны, он ищет конфликта. Он ощущает также, что его признают в будущем. Мы не должны увеличивать значение этого последнего мотива. Идея прогресса, столь важная для нас, была в целом чуждой для античного сознания. Как она оставалась чуждой в сущности для сознания последующих эпохов вплоть до новоевропейской, которая и отличается разительным образом от предыдущих эпохов тем, что для нее очень важная идея прогресса. Но он чувствует, хотя бы и не мысляя в категориях, в современных категориях прогресса, что некоторым образом будущее за ним, что изменение движется в ту сторону, в которую идет он, и что напережает изменение общественного вкуса. В этом смысле классический на все века пример непризнанного гения — это, конечно, европит. как полагается непризнанному гению европит его и множество анекдотов. непризнанный гений расторожает свои современные, но он их очень интересует. И он накаливается на скандал, он может терпеть внешние неудачи, но ему не угрожает, он не рискует тем, что его не заметили. анекдоты рисуют европитом уединенным, мизантропическим любителем чтения. И когда мы говорим «любитель чтения», здесь мы тоже должны себе отдать отчет в том, что это совершенно новое актуар, что на глазах истории очень наглядным образом, очень осязаемым для исследователей истории культуры, в Греции, в четвертом веке, во второй половине пятого века, как раз во времена Европитита, и затем в четвертом веке происходит сдвиг от культуры по преимуществу устной к культуре книжной. Греки были народом, среди которого, я имею в виду, разумеется, полноправных свободных граждан, грамотность была очень распространена, но длительное время греки как бы не писали, а записывали. То есть грамотность еще в эпоху предшествовавшую, собственно, греческой историей, в рекоменхенскую эпоху, служила для записи документации всякого рода, в том числе коммерческой документации. И такие функции очень-очень утилитарные, грамотность, разумеется, и удерживает позднее. Очень важным переходом в эпоху Аркадии был переход от устного состояния закона, при котором толкование закона находится в руках аристократов по памяти их, передающих как устное предание. К записи закона, писанные законы, это очень важная предпосылка греческой демократии, но это все еще утилитарная функция. Что касается поэзии, то еще у Синафонта в IV веке, по боку, как раз когда завершался, но еще не завершился, переход к той культуре, не просто орудие, но и символ которой книга, мы читаем у Синафонта такой диалог. Некто приобрел свиток с поэмами Бумера. И его спрашивают, ты что, рабстодом, что ли, собираешься быть? То есть, письменная запись поэм Бумера нужна людям, профессия которых состоит в том, что они публично исполняют эти поэмы. Либо рабстодом нужно иметь в своем доме свиток с поэмами Бумера, либо школьному учителю, который учит деда, как это, или давно же Бумера. Но образованному человеку вроде бы и незачем иметь в своем доме свитки. Еще про Сократа рассказывается, как Сократ прочитал книгу Гераклита. И это рассказывается, как он прочитал, что он по этому поводу сказал. Мы чувствуем, что в честь Сократа таких случаев, чтобы он брал и читал книгу, было не так много. Мы действительно видим его фигуру, стилизованную, конечно, Платоновым сынафонтом, но не вовсе же искаженную. Мы видим его все время на улице, в портике, в сине, на песо или дерево, разговаривающих со знакомыми и незнакомыми. Это культура устного разговора, культура устной речи. Вирические стихотворения произносились в обстановке Фина. Речи выслушивались на площади, выучивались наизусть и выслушивались с голоса. Культура имела уже письменно свое важное подспорье, но именно подспорье. Слово «жило» прежде всего как устное слово, звучащее слово. И запись была именно записью, вроде того, как в нашем мире записывают музыку. И есть люди, которые способны читать ноты, но музыка существует для нас, в первую очередь, как звучащая музыка. Вот примерно так, как мы сейчас говорим, жило слово. А затем происходит переход к культуре читателей. И Еврикит был один из первых читателей, один из первых владельцев библиотеки. Библиотека эта, вероятно, была не очень обширна, но он поражал своих современников тем, что предпочитал общество спинков, обществу людей. И вот характерны две цифры. Еврикит был младшим современником Сапокла. Но они умерли в одном и том же году. На состязаниях, на которых места распределялись первое и второе отверстия, Сапоклу двадцать раз занял первое место и ни разу не занял последнее. Еврикит только пять раз занял первое место. Ряд его знаменитейших шедевров, в том числе трагедия Метея, заняли последнее место. Это провал. Это с одной стороны. С другой стороны, потомки сохранили только семь трагедий Сапокла и девятнадцать драматических произведений Гиблипида. Восемнадцать трагедий и драматических произведений Гиблипида. Он мог ожидать, что разослённые зрители и судьи отведут ему последнее место, но он мог рассчитывать на то, что его трагедии будут сохраняться более ревностно, чем трагедии самых великих его сопятников. И от Эстхилла, и от Сапокла дошло постель от Юлипида девятнадцать. Очень мало мне понятная фраза, если, как Вы говорили, язычники поклоняются демонам или вражным водам. Я не помню, чтобы я специально это поклонил. Ассоциации, в общем, складно были так считать, хотя они на виду с этим очень серьезно воспринимали религиозно-философские искания язычников. Как же они могли создавать значительное памятное искусство, как у меня в первой версии Илья Бутинькии? Ведь не могут живые силы или выгуманные боги вдохновить людей на создание железа. Что же лежало в основе богатой единичной культуры? Из какого источника Анакс вела? Но если бы Вы задали этот вопрос любому из отцов церкви, то он, надо полагать, ответил бы, что греческая притехия, как всякая человеческая деятельность, расцвела из источника божьих дарабаний человеку. Бог дал человеку ум и различные ритуальные способности и умения, и способность к созиданию. Это с одной стороны. С другой стороны, кажется, я говорил о том, что по новозаветному учению, выраженному в начале послания апостола Павла Пимена, язычники некоторым образом знают бога и нравственный закон. Это знание, данное человеку в силу того, что он обладает умственными способностями. Что касается вопроса, ну так как он стоит для нас, и всё в нашем согласии с отцами церкви, и что мы можем к этому добавить. Ну и что, впрочем, они бы тоже могли сказать, что в Грекции, в Индии дело обстояло нескольких иначе. Как раз в Грекции религия, как бытовое язычество, как система пультов, рассказываемых жрецами мифов, и всего подобного, с одной стороны, и религиозные искания в области философии и затронутой влиянием философии поэзии, с другой стороны, очень рано разошлись. Мы должны, правда, сделать маленькую оговорку, что некоторых доктрин греческого язычества, которые, вполне возможно, были наиболее глубокими, мы не знаем по той причине, что это были доктрины мистериальные, сообщаемые по эллисинским и прочим таинствам, о содержании которых можно, может быть, только догадываться. Но как раз речество язычества имело черту, которого не имело язычество большинство древних народов Востока. Греческая жизнь и греческая культура довольно рано пошли такими путями, что функция жреца как исполнителя традиционных обрядов и служителя бытовой религиозности, с одной стороны, и функция нравственно-религиозного и всякого иного учительства, с другой стороны, имели между собой очень мало общего. Очень мало общего не значит непременно, что никогда и ни за что не совпадали. Жрец мог быть человеком, в конце концов, и с философскими интересами. Но в таком случае это было его личное дело. Он мог как-то более или менее импонирующим для своих современников образом соединять свой греческий сад и свои религиозно-философские интересы. Но это соединение никоим образом ему не менялось в обязанности. Как служителям всех тех религий, которые основаны на обучении, вменяется в обязанность хотя бы минимальное знание этого учения в его догматической и в его нравственной части. Одни люди закалывали жертвы на животных, добавили ритуальные слова, носили ритуальные одежды и т.д. Другие люди задавали вопрос, что же в глубине, в истине есть божественное начало. Насколько это было так, свидетельствуют сами люди античности. У социалона мы встречаем классификацию трех религий. Религия гражданская, это и есть заодно религия шрицов, религия публичных и приватных бытовых бытов. Религия гражданская, религия поэтов, это мифология в разработке поэтов, и религия философов, ищущих религиозную истину. Поэты пытались в архаическую эпоху искать которого-то синтеза гражданской религии и только-только проглевывающейся религии философов. Но, во-первых, в истории греческой культуры это очень краткий момент. Ну, скажем, момент Пиндера и Эсхилла. Первая половина и середина пятого века. Затем это уже невозможно. Но как это звучит даже у них? Молитва трагического хора Уэсхилла начинается такими словами. ЗЭУ. Это звательный падеж от слова ЗЭПС. ОЗЭПС. ЗЭУ. ГОСТИСПОДЕСТИН. ЭЙ, ТОДАУ, ТОВИРОН, КЭКЛЕМЕНО, КТУТО НИПО СНЕПО. ОЗЭПС. КТО БЫ ТЫ НИПОЛ. То есть сейчас же вводятся два момента. Религиозное имя и философское вопрошание. Если тебе угодно, чтобы ты был называем так, таким именем, это еще вопрос. Угодно ли Богу, к которому обращается Эсхилл, чтобы Эсхилл его называл ЗЭПС? Для Эсхилла это вопрос. И только субкондиционное, что называется, под условием кондиционально, он говорит, если тебе угодно быть называемым таким именем, я тебя называю так. И потом говорится о Боге, как то, что, как о последнем слове после долгих и мучительных исканий, все испытав, говорит Эсхилл, я не могу найти ничего подобного тебе, подобного вот этому неведомому Богу, которого может быть сложно, а может быть не можно называть ЗЭПСом. Я не найду ничего такого, как ты, если нужно воистину сбросить тщательную тяготу. Вот эти слова самого религиозно глубокого из греческих трагических поэтов очень хорошо выражают ему религиозную ситуацию. И здесь мы так же, как христиане начальных времен, можем ответить, что он и снагнит, и не снагнит об истине монотеистической веры. Он буквально сам об этом говорит. И когда, ну, трудно не вспомнить при этих словах Эсхилла, это слова апостола Павла из Днятия Апостола, когда апостол Павел обращается к Апининам, почитавшим неведомого Бога, и говорит, я вам буду говорить о том, кого вы почитаете неведая. Что касается Индии, то в Индии соотношение между культом и религиозно-философским исканием в принципе другое. хотя бы потому, что в индийской жизни, культуре и велике искали гораздо большую роль, чем в реческой, соответственно, жизни, культуре и велике играла практика аскетизма. Но Индия имеет общую черту с Грецией постольку, поскольку индийская религиозная культура, как и греческая, устроена таким образом, что явления чрезвычайно разнородные, чрезвычайно различного духовного и нравственного уровня в равной мере объединяются понятием религии, и потому что устройство религиозной культуры исключает в Индии, может быть, еще больше, чем в Греции, выбор между монотеистическими тезисами и самым вульгарным бытовым политизмом. Если аскет и мудрец в Индии на вершине своего углубления созерцает абсолют, это религия. Если совершаются самые архаические, морально предоставительные языческие обряды, вплоть до ритуальных убийств, которые с таким трудом в Индии выводили англичане и затем уже Индийская администрация и так далее, все это в равной степени религия для индийского сознания. Потому что в языческом сознании, языческое сознание является религическим, не потому, что оно не включает каких-то монотеистических разрений, тезисов, учений и так далее. Очень трудно найти политистическую систему, которая в ней включала бы на каком-то уровне чего-то, что, будучи приведено к последовательности, было бы монотеизмом. Но только структура языческого как раз и исключает эту последовательность. Монотеизм для того, чтобы стать собой, должен был пройти через опыт абсолютного вывода. То, что в Библии имеется в виду, когда говорится о том, что Бог, есть Бог, ревнити, что Его первейший запрет дать будут у тебя, боги иные предлицов. В монотеистической религии, в отличие от инфильтрации монотеизма или от компонентов монотеизма в языческой системе, монотеизм непременно включает в себя некий воинствующий вызов всему тому, что не он. Какие-то слова, которые мы встречаем в Библии, слова, которые мы распознаем по инфляции, они не похожи ни на спокойное получение, о том, что вообще говоря, есть Бог, за двоющее небо и земло, ни на восхваление этого Бога, ни на размышление, ни на что другое. Услышь, Израиль, Господь Бог твой, единый Господь. Но вы должны иметь в виду, что в подлиннике, там, где мы ставим слово Господь, там имя собственное. Вот этот Господь, этот Бог, которого мы называем, его единственным и неизреченным именем, он единый. И человек поставлен перед абсолютным выбором между признанием этого единства или множественностью, которая готова включить в себя единство как высший из своих этажей или как. Еще одно, еще одно добавление. Вот есть множество, кроме того, есть еще единый Бог философов. Из-за этого именно монотеистические люди проходят через мучительный опыт религиозной нетерпимости. Пройдя через этот обувь, люди должны сделаться мудрее, потому что они должны понять, как без точных практических выводов люди все трех монотеистических религий во все времена иногда говорили, потому что насилие, дело веры ничего не решает, потому что нельзя принудить человека сделать правильный выбор. но не потому что абсолютность выбора может быть вынута из монотеистической веры без того, чтобы пострадало самое мегасущество. Люди монотеистической веры должны стать мудрее в том смысле, что они должны стать терпеливее к людям и моей веры. Это терпение не совсем то, что люди чаще всего имеют в виду, когда они говорят о терпимости. терпение, отказ от насилия, это урок, которому наконец-то порады научиться и которому люди статьи трудом научаются даже в наше время. Но отказ от жестокости, отказ от насилия, отказ от клеветы на чужую веру, от представлений идет в более черном виде, чем она на самом деле есть, требование интеллектуальной честности при разговоре с чужой верой, то это один вопрос. Но вопрос абсолютного выбора это совсем другой вопрос. и я должен также сказать, что хотя в истории монотеистической фиалии и, увы, христианства есть очень бесконтные и постыдные страницы, связанные с практикой религиозной нетерпимости, религиозного насилия, не следует, однако, считать, что отсутствие идеи и выбора в других системах автоматически гарантирует отсутствие насилия. просто насилие в культурах не монотеистического типа существует само по себе, но оно является функцией общественной несвободы, а не порождением напряжения абсолютного выбора. Ну, скажем, в Китае когда-то в сравнительно недавнее время, я боюсь ошибиться, отца прошлого века или в начале нашего, но еще при старом режиме, были единовременно уничтожены по всему Китаю люди, практиковавшие один из видов йоги. это кровопролитие не меньше, а, вероятно, численно больше, чем, ну, скажем, по-холомейской ночь, но за этим стоит совсем другая психология. Дело не в том, что есть какой-то абсолютный выбор между одной верой и другой верой, совсем нет. В Китае традиционная китайская культура никогда не могла понять этого настроения выбора, и были эпохи, когда нестарянские христиане жили в Китае в один монастырях, будь идийские монахи, и так далее. но просто если люди не свободны, то начальство может иметь любые идеи насчет того, что запрещать, и любым террором это проводить в жизни. Так что отсутствие идеи абсолютного выбора не делает действительно ангелов, но но это совсем иной сюжет. Нельзя, не имеет смысла сказать христианину, или иудаисту, или мусульманину. Ну вот посмотри, какие хорошие люди в Индии, вот как они хорошо живут, вот тут молятся одному, божеству, вот тут другому, вот тут астет, который имеет чрезвычайно высокие идеи, а тут молятся богам Твадородия, как и перволюдные времена, и все эти девчане не на друг с другом наживаются. Опять-таки как легко доходят ресни в той же Индии, это мы хорошо знаем, но это но такого рода ведь не осталось с этническими конфликтами и прочее, а не с ужасом перед перед опасностью для веросознавания и какие-то искренние красоты. Имеет ли геню право уметь презирать, умея и ненавидеть? Это я не понимаю, откуда цитата, цитата в цитатах в крыше, но я не знаю откуда, но по моему личному убеждению, если вы меня спрашиваете, никто никого не имеет право не презирать, не ненавидеть, но то, что гений европитовского типа немножко это делают, это довольно обычный, довольно естественный . Магчан медведь , , Продолжение следует...